здравствуйте сегодня 9 апреля и вот так выглядит наш стриптокарпусовый дом все свежепересаженное в основном есть конечно и старые какие-нибудь такие не очень красивые стриптокарпусы но вот то что у нас совсем желтое она у нас для селекции она не будет пересаживаться я с них возьму может быть еще пару раз пыльцу а потом он пойдет в утиль и так вот что у нас здесь на столике это то что готовится к цветению вот у нас здесь диметрисы видите смотрите какие их тут несколько вот например цветущие уже и они примерно все одинакового возраста например вот этот пересаживался 25 марта он был в девяточки вот в таком горшке и 9 марта я пересадил их в одиннадцатый посмотрим этот когда а этот пересаживался этот пересаживался 6 марта вот мы его можем наверное вынуть уже из горшка и посмотреть вот тут две даты первая пересадка была первого февраля затем 19 марта ну-ка интересно прошло сколько получается 20 дней только но не очень да у него вот так вот у него корневая система выглядит еще не не полностью оплел ком но за 20 дней динамика очень хорошо видно его пересаживать не нужно и он будет цвести в этом горшке у нас все вот примерно такого же возраста ну давайте посмотрим вот этот стриптокарпус который который уже с цветочками смотрите какие цветочки начинают распускаться так когда он у нас пересаживался тоже тоже 18 марта пересаживался ну у него цветы наверное были изначально ну примерно такая же ситуация видите корешки есть они до горшка уже уперлись и он у нас будет здесь цвести сейчас мы посмотрим другие сорта сейчас я поставлю этот на место так вот например другой сорт он у пересаживался с девятки с девятки в 11 24 марта примерно все воды в одно время тоже видите как примерно такая же ситуация можно посмотреть на другой стриптокарпус который пересаживался вот с такого маленького горшочка вот у нас была первая пересадка это вторая пересадка это кстати один и тот же сорт вот он пересаживался 25 марта прошло совсем немножко интересно посмотреть это тоже видите за 20 дней примерно одинаковая динамика и еще через дней 20 вот такой горшок надо будет пересадить уже в 11 это мы сделаем и тут наверняка мы найдем такие экземпляры так ну что еще здесь показать вот пока я стою да вот диметрис это в двенадцатом горшке уже сидит чуть чуть больше что у нас поблизости поблизости я для интереса посадил три розетки в один горшок это 16 горшок такие же розетки вот как и этого же возраста они посажены в один горшок для интереса вообще вот сорта с широкими листьями не очень подходят для того чтобы их сажать в один горшок несколько розеток потому что листья начинают мешать друг друга видите они загибаются вот излом даже есть вот вот узколистные сорта они нормально и те которые быстро переходят фазу цветения вот например у нас этот мы сажали для интереса 6 розеток в один горшок тоже скоро здесь будет хорошая шапочка есть еще один вариант например можно посадить две розетки в горшок здесь я сейчас покажу посажено две розетки в один горшок по краю одна и вторая вот для этого сорта в принципе оптимально они не мешают друг другу и количество цветоносов в этом горшке будет больше здесь здесь у нас в основном на вот этих полках у меня находятся совершенно новые это сеянцы те которые еще не размножаются а просто под под проверкой как бы под наблюдением например вот этот мне интересен наверное буду его размножать что еще тут много такого всякого вот темненького светленького вот интересный на мой взгляд такой очень яркий и идем дальше идем дальше так я попросил сегодня лену чтоб она мне помогла поснимать ну вот еще здесь что можно посмотреть вот такой вот у нас шикарный уже зацветает это у нас 2251 номер название у него есть какое у него название я по номерам нет ну и ладно смотрите он у нас пересаживался 7 марта полностью оплел горшок уже видите и его срочно надо пересадить в больший горшок это у нас 11 и в идеале его нужно посадить в 14 но у меня нет горшков 14 сантиметров у меня есть 12 15 16 и больше и вот получается провал между 12 и 15 а вот этот сорт для него 15 многовато но у меня не остается выбора как посадить его в 15 горшок вот кто знает где взять горшки 14 сантиметров скажите мне где их можно взять так это что-то такое не знаю что это у нас это сорт решайся тоже видите все в бутончиках то есть скоро мы увидим здесь массовое цветение все готово к цветению тоже когда же он у нас пересаживался я его не подписал когда это неправильная дата у смотрите пора 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 тоже переваливаться и вот с 11 и 15 горшок большой для этого сорта что делать но будут расти в чуть большем размере идем дальше здесь вот такой интересненький есть у нас фантазийники работаем продолжаем с фантазийниками здесь что еще можно здесь показать вот смотрите какой сколько бутонов кто же это кто же это это 2376 не помню это что-то из новых что-то из новых ну-ка что нам можно посмотреть когда тоже нет еще рановато вот еще тот же самый сорт 2200 200 200 251 он пересаживался 7 марта смотрите какая шапочка у нас и там бутоны растут во всю и его тоже надо пересаживать смотрите надо пересаживать надо пересаживать придется мне сажать его в 15 горшок а вот у нас из новеньких посмотрите насколько мощные цветоносы сумасшедшие мощные цветоносы посмотрите какая листва огромная огромнейшие листва это сорт макси будет и его можно посадить смело в 15 горшок смело в 16 можно его посадить он пересаживался 10 марта посмотрите какие цветоносы они почти сантиметр и его нужно нужно пересадить и не грех его посадить 16 горшок так пора 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 это тыс 2396 это совсем недавно был маленькой деткой в стаканчике и я думаю что судя по номеру он с маленького стаканчика то есть он прошел две перевалки вот сейчас третья будет за три месяца может быть чуть больше так вот еще один из гигантов тоже какой-то из гигантов тоже видите мощный такой куст но этот мощнее вот они братья у них номер отличается на один то есть они пересаживались в один день что у нас еще здесь здесь у нас такой сортик не пока не знаю нужно ли его вообще размножать одно время его поставил наверх в угол как то он слабоватый мне кажется но сейчас вот думаю думаю над ним есть такой у нас это по ароматный кстати ароматный розетка не макси что то среднее между макси и и стандартам есть еще такой этот тоже скорее всего будет крупный скорее всего будет крупный крупная розетка но у него и мощные цветы так что у нас тут с корневой интересно 2389 пересаживался 24 февраля вот интересно что у него скоро пора пора пересаживаться тоже думаю пересажу я его наверное в 15 горшок 15 будет для него нормальный но этот конечно посмотрите вот тут цветоносы мощные вот возьмем что у нас тут с номером 2361 а здесь 2389 вот примерно примерно один возраст смотрите какие здесь цветоносы какая листва какие здесь цветоносы какая листва и посмотрите какая здесь какая листва и какие здесь цветоносы вот отличаются насколько стриптокарпусы стриптокарпусы по своей силе роста и вот такой вот есть вот это мини совершенно мини он и сидит в мини в горшочке он сидит в семерочке и я сомневаюсь что он еще плел корнями ком потому что даже вот этот горшок для этого стриптокарпуса большой так идем дальше наверное сейчас залезем наверх и посмотрим что у нас наверху это сеянец под наблюдением как бы вот заяц звездообразный у него бывают и звезды и циклопы и зайчики вот красивый очень красивый это сеянец номер у него 2352 но пока вот я смотрю на него очень яркий очень яркий именно за яркость я его оставил потому что много вот таких вот блек леньких как бы посмотрите насколько отличается разница яркость огонь просто огонь ну что полезли наверх мы наверху вот начинает зацветать блудорагон наш будем смотреть что с него получится тут у нас полочка вот смотрите какой зацветает это как же это называется я скажу номер 2248 тут много бутонов пересаживался он последний раз 25 марта ну рановато его еще пересаживать он не сказать что он гигант он что-то среднее между стандартом ближе к стандарту чем к максим вот для него горшок 15 будет большой его нужно выращивать в горшке в идеале тринадцатом в тринадцатом горшке но вот я не знаю горшков 13 и 14 сантиметров вот для него был бы идеальный 13 горшок здесь у нас есть маг маг можно пересадить для мака горшок где-то и в идеале для взрослого растения 14 вот сейчас он в одиннадцатом и придется мне его сажать в 15 здесь здесь у нас сидят уже макси смотрите я по пересаживаю 16 горшки видите какие недавно по пересаживал вот мак у меня пошел мак пересадился недавно совсем недавно дня три назад не подписал я дату вот что-то у нас зацветает смотрите сколько бутончиков здесь а что же это у нас а я тоже не подписал а две тысячи девяносто первый кто же это это мисс или мишка по моему мишка здесь у нас старенький куст жазы я его тоже посадил в 16 горшок недавно 2 апреля пересадил я его здесь в кусте около трех розеток оставил это одно растение просто здесь три розетки в одном растении три розетки надо будет мне снять видео в принципе на примере вот этого куста можно сейчас я сниму сниму висюльки и на его примере покажу вот я всегда говорю новичкам выращивать в одну розетку вот данный пример будет уже не для новичков а для опытных цветоводов стрепсоводов у стрептокарпусов у которых не широкая листва можно оставлять несколько розеток две три чем уже лист тем больше розеток можно оставлять в данном случае три розетки вот одна в середине и тут с краю это уже но это уже для опытных я считаю уже когда чувствуешь сколько можно оставить розеток not из моей практике больше чем четыре розетки даже у самых узколистных сортов не нужно оставлять вот в идеале три розетки вот у такой листвы можно оставить три розетки и посмотрим как он будет цвести этот сорт больше уже горшок не нужен вот 16 размер это у нас до 16 размер двенадцатый двенадцатый горшок больше не нужно больше не нужно он сейчас повешу и мы пойдем дальше здесь вот большие вот это тут в одну розетку вот здесь пасынок вырос я не увидел надо удалить не будет толку с этого пасынка сейчас я сразу его тут и удалю пока я тут как обезьяна вишу на лестнице так удалили вот тоже в одну розетку это у нас мак для мака я уже повторялся повторюсь еще раз 16 размер слишком большой для него но других нет горшок нет горшка это у нас скоро зацветет как же шум называется 1880 это beautiful это максим посмотрите какая у него жирная хорошая листва от для него 16 горшок нормально отлично так и я сейчас посмотрите на вот эту полочку здесь у нас стоят те горшки которые мы пересаживали в видео выращивание выставочных горшков вы выставить выращивание выставочных стриптокарпус возьмем любой из них и мы посмотрим ну как в принципе неважно вот мы его сейчас вынем посмотрим какая здесь корневая пара пара пересаживать переваливать это 2248 пересаживался 28 февраля получается прошло полтора месяца меньше чем полтора месяца и надо переваливать это вот этот же сорт что и здесь вот кстати это он вот это мы перевалим в этот горшок в одиннадцатый кто вместе со мной выращивает выставочные кусты вот пора то что мы сажали в горшочке 9 сантиметров пора пересаживать в одиннадцатый опять же смотрим на силу роста растений то есть стандарты мы увеличиваем на 2 сантиметра горшок сорта мини на один сантиметр макси каждая перевалка увеличивается на три сантиметра так это у нас стандарты их переваливаем в больший горшок на два сантиметра ну понятно как бы я я стараюсь это видео у нас не только идет обзором стриптокарпусового дома но и здесь и сейчас мы учимся выращивать выставочные стриптокарпусы так какие еще вопросы могут быть по выращиванию выставочных стриптокарпусов леночка какие еще могут быть вопросы мне кажется все достаточно просто а что я не сказал в предыдущих своих видео очень важно освещение вот освещение для цветения стриптокарпусов это один из самых важных параметров вот когда мы просто переваливаем переваливаем вот до этого размера до этого размера то есть первые две перевалки допустим семерку потом в девятку можно выращивать при умеренном освещении последняя перевалка даже предпоследней перевалки вот в такой когда мы пересаживаем в одиннадцатый это будет это 2 период количество света нужно сильно увеличить потому что ничто не стимулирует светение стриптокарпуса так как освещение здесь у нас естественное освещение оно во-первых здесь четыре слоя поликарбоната он рассеивает свет то есть и тут не прямые солнечные лучи четыре слоя поликарбоната каждый слой поликарбоната уменьшает освещение примерно на 10 процентов вот грубо говоря считаем минус 40 процентов за счет поликарбоната и у нас здесь сетка еще белая она уменьшает еще процентов на 30 грубо говоря получается примерно 30 процентов здесь рассеянного света от от прямого света не знаю как как сказать это надо чувствовать вот освещение должно быть настолько максимально чтобы стриптокарпус и еще не жглись не обесцвечивались первый признак избытка освещения это когда листья обесцвечиваются то есть появляется хвороз листья не насыщенно зеленый а вот они начинают они начинают светлеть сейчас я покажу вот вот так вот если листья приобретают салатовый такой оттенок вот видите видно да салатовый вот насыщенно зеленый это значит света много и что здесь нужно сказать разным сортам разные сорта выдерживают боль различное количество света чем темнее лист вот например темные листья да тем больше им можно дать света и тем лучше они будут свести есть сорта с такими светлыми листьями изначально их видно вот и когда вы выращиваете детки вы уже будете видеть какие у как у каких сортов светлее листья а у каких темнее вот те которые у которых светлые листья их ставите в более темные места там где у вас более затенено или там где света меньше например если вы выращиваете под искусственным освещением под лампами значит возможно нужно уменьшить количество ламп для светло-листных а темно-листным нужно увеличить количество ламп разница может быть в три-четыре раза то есть какому-то сорту достаточно одной лампы будет и для цветения а кому-то нужен можно поставить и три и четыре лампы в среднем это две лампы дверьюми две лампы вот этих вот светодиодных да здесь внизу это все что стоит на проверке это из но в их в основном этот фантазийник вы наверное знаете уже да это номер я сейчас скажу 2320 и пересаживался он 20 февраля интересно интересной смотрите как весной все быстро растет срочно срочно надо переваливать его и в принципе его в 15 горшок запросто даже можно наверняка кто-то задаст вопрос что вот это такое это если вы видели видео мое о переувлажнении вот так выглядит сетчатая такое перри увлажнение вот это такое у нас тоже бывает это не страшно это не страшно отчего например ну я предполагаю от чего было переувлажнение у этого стрептокарпуса здесь у нас в основном естественное освещение здесь лампы практически мы не включаем и здесь температура и влажность воздуха сильно зависит от внешних условий и когда например идут дожди влажность повышается и получается что если ты полил как обычно и вдруг идет дождь то вот может происходить переувлажнение такое это не страшно ничего делать не надо некоторые обрезают это не нужно обрезать даже такой вот лист некрасивый он свою функцию выполняет то есть тут не везде у него поврежден хлорофилл но процентов 40 50 все равно работает и поставляет энергию это это наполеон он кстати уже омоложался я в каком-то видео рассказывал что вот очень трудно определить по сеянцу какой он будет компакт малый компакт большой компакт вот наполеон я его пересадил осенью третья перевалка у него была в одиннадцатом горшке и было понятно мне уже потом по опыту что этому сорту 11 горшок большой и я его омолодил резко и посадил в девяточку и я считаю что этому сорту максимальный горшок должен быть десятка 11 для него большой это малый стандарт малый компакт здесь что здесь здесь такой сеянец вот ли не нравится а мне он не нравится скажу честно я его даже не размножал и размножать честно говоря не очень хочу такой вот есть здесь чистый контраст на идеально белой подложке краб здесь у нас стоят вот такое чудо-юдо у нас тут есть я его тоже не размножал он нас как бы под наблюдением вот и не знаю нужно не нужно размножать его как ты думаешь лена но вот он такой он чисто кучеряшка жесткий лист все вроде бы нормально бутоны там прут да сейчас все прет у кого плохо цветут стриптокарпусы или скорее всего мало освещения или или негодный субстрат стриптокарпусы сильно отвечают на свежий субстрат очень важен свежий субстрат как только субстрат за его за и ливается превращается в такую вот как бы кашу манную вот все стриптокарпус плохо стриптокарпусу плохо да всем растениям комнатным плохо так идем дальше здесь мы посмотрим здесь у нас рулетки серия рулеток такая такая вот мы пересаживаем периодически мы я тут пересаживаю все лена у себя работает с бегониями с сеянцами стриптокарпуса по вот здесь все я делаю что здесь рассказать здесь у нас батарея рулеток в основном они еще не размножались в основном под наблюдением это кстати тоже рулетка просто как хотим спросить вот тоже рулетка но там просто скрытая рулетка назовем ее так скрытая рулетка и лезем наверх нужно ли нам наверх не нужно нам наверх пройдемте лучше сюда идем сюда так они все разные как бы есть похожие вот например похожие видите а я не знаю почему похожие хотя номера у них разные так давай я вот а вот это вот что вот это а это вот не знаю надо не надо стоит пока такое и него и не пересаживаю даже от давно пора перри пересадить даже не знаю пока вот как бы простенькая как бы для нас уже здесь продолжаются рулетки такая вот и не знаю как цвет называется лавандовый какой-то лиловый да вот вот это кстати тоже из посева рулеток но вот такой очень мне нравится вот эти две рулетки они полу махровые и вот это то что пойдет скорее всего в сорта потому что просто уже отличие рулеток каким-то оттенком уже не интересно вот посмотрим такой вот у нас есть это надо его молодить это 2232 сейчас скажу 2232 да тут у него есть совсем старые листья я их не обрываю хотя молодые хорошие листья есть я не обрываю эти старые листья объясню почему это маточник и средние листья я у них у него пустил на размножение вот здесь были еще листья средние и мне приходится чтобы что-то у него было чтоб вот старые листья у него не удаляю чтоб они выполняли функцию то есть они все равно зеленые они хоть они поврежденные но они функцию листьев выполняют вот потому что нельзя у стриптокарпуса нельзя стриптокарпус оставлять без листьев вообще никакое растение нельзя оставлять без листьев если вы занимаетесь размножением и вы сильно зарежете стриптокарпус он резко тормознет в росте поэтому если вы разумно на размножение брать средние листья а старые большие оставлять стриптокарпусу чтоб они его как-то питали ну молодые совершенно листья не выгодно брать потому что они еще растут вот тут два молодых листа вот один мог молодой лист и вот молодой лист их два вот раз два там маленький растет это уже старый и вот это старые листья вот старый лист деток не даст поэтому на размножение брать старые листья нет никакого выгоды совсем молодые листья жалко а вот средние листья на размножение самое то так и что еще мы здесь посмотрим здесь у нас радость xxl такое вот что-то непонятное не очень как-то как-то никак мне пока это не очень нравится тот красный стриптокарпус мне нужен для селекции он немного корявенькие но у него сумасшедший цвет махровость в общем я его держу для селекции он как сорт негодный он корявенький ну и наверно рассмотрим мы вот эти здесь у нас 6 розеток они скоро начнут все цвести и у нас здесь будет хорошая шапочка пока что цветут только две розетки вот одна и вот 2 вот 3 только начинает а две остальные еще только бутоны растут это у нас горшок 18 сантиметров это опытный вариант для того чтобы вам показать плюсы и минусы посадки посадки нескольких розеток в один горшок вот у нас еще такой же вариант здесь посажено три розетки в один горшок это у нас blue dragon кстати выходит в реализацию blue dragon у него у нас есть видео распуска blue dragon с маленького вот с такого в такой большой помпон вообще шикарнейший сорт это один из лучших сортов наших и здесь рядом у нас еще один такой куст вот я его хочу показать это вариант когда не совсем хорошо розеток много они затеняют друг друга и ничего хорошего не получится это тоже 18 горшок здесь посажено 5 розеток и вот например этот вариант видите как мешают друг другу ничего хорошего не будет он даже листья не дают возможности выйти цветкам вот то есть посадка нескольких розеток в один горшок не всегда дает хорошие результаты и вот что сейчас сделать с этим я уже и не знаю но это надо было сделать чтобы показать что когда этот прием работает а когда от этого приема только хуже что здесь можно сделать да не только вот как-то вот распрямлять и расправлять постоянно хоть каждый день так спускаемся это все а мы его в самом начале видео по моему показывали нет это 2251 вот становлюсь 2251 его пока пересаживать рано он у нас он у нас пересаживался 26 марта он с девяточки пошел в одиннадцатый так идем вниз и закругляемся да скучно ваты как мне кажется очень скучно ваты он и стоит наверху у меня здесь полка то чего он придется избавляться ну и закруглимся мы вот этими двумя сортами один фантазийник и второй сорт посмотрите какой он почти черный это у нас черный 2394 мы ему по моему название дали какой же мы даза енигма назовем его енигма а этот а это фантазийник мы ему еще название не давали номер скажу 2324 пересаживался 11 февраля два месяца два месяца что ли два месяца назад что пересаживался ого да ну ка интересно что у него с корнями увы-оу как же я его пропустил срочно срочно надо перевалить Вот он, даже признаки старения пошли, видите. Часто неопытные стрепсоводы, любители путают, думают, что это от сухости воздуха. Это никакая не сухость воздуха, это вот голодание. Дисбаланс питания. Стриптокарпус в старый лист откладывает лишнее и забирает то, что не хватает. Эту проблему решает перевалка или пересадка. Всё. Никаким удобрением это не исправить. Объясню почему. Потому что, кроме того, в старом субстрате проблема старого субстрата не столько недостаток, сколько избыток. Потому что растение забирает питание, какие-то элементы, не строго вот так, как в субстрате они присутствуют. Что-то оно выбирает, а что-то остаётся в избытке. Как правило, в избытке кальций и фосфора. И внеся, внося дополнительные удобрения, вы не заберёте из субстрата избыток. Поэтому, поэтому, да, не помогает. Потому что, если больше, то как это сделать? Вот американские наши коллеги, они ленивые, то ли они ленивые, то ли я не знаю чего, они пытаются промывать субстрат. Вот у них есть фишечка. Они промывают субстрат. Значит, они понимают, что избыток-то удобрением не исправить. И они решили, что нужно проливать. Вот нужно брать и проливать, 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 чтобы вымыть это всё. Избыток. Вымыть. И тогда потом уже внести комплексное удобрение. И они думают, что это нормализует питание. Но это нормализует питание, но, наверное, процентов на 20-30. Но проблему, остальные 70%, эту проблему не решат. Почему? Сейчас я объясню. Потому что те избыточные элементы, которые присутствуют в старом субстрате, они не все находятся в растворимой форме. То есть, они своими промывками вымывают только то, что было в растворенной форме. А со временем то, что было нерастворенное, оно опять переходит в растворенную форму. И промывка работает, но очень практически она не работает. То есть, это даёт какой-то эффект. Но это даёт эффект максимум на 20%. То есть, нужно просто пересыпать. Да. Нужно менять субстрат. Ничего не сделать. Потому что только смена субстрата решит проблему дисбаланса питания. Так. Что это за сорт? Вот это. Это ароматный стриптокарпус. Кстати, очень шикарный. Не смотрите, что цветонос поваленный. Вот. Он пересаживался недавно. Он принял... 2400-й. Это ароматный махровый стриптокарпус. Вот. Ну-ка. Он сейчас почему-то не пахнет. Ну, может быть, время такое. Пусти его. Пускаю. Вот у меня и тут с заваленными бутонами. Это был ещё в маленьком стаканчике. И... И бутон закладывался там, где света меньше. Да. Там, где света меньше. Да. И силы у него мало. И вот, видите, махровые цветы. Они тяжёлые. И они просто под собственным весом не выдерживают. На сегодня всё. Думаю, следующее видео мы будем снимать недели через две. Сейчас я срочно занимаюсь перевалкой. Потому что вот такую проблему надо срочно устранять. Как же я не обратил внимания. Как-то пропустил. Ну, потому что мы всё не успеваем, к сожалению. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.